Студенты лицея имени Мосина приняли участие в интерактивной игре, которую по инициативе Сестрорецкого муниципалитета провели специалисты научно-исследовательского центра «Сфера». Тематика игры – узнай о том, что такое твой организм и насколько легко его неисправимо испортить наркотиками. Для нас, взрослых, это вполне очевидно, но среди молодежи говорить о такой опасности необходимо. Наркомания распространяется в основном 20% – это среди детей школьного возраста, 60% – это дети подросткового возраста и 20% – это дети, это уже молодые люди, которым за 30. Поэтому это важная проблема сейчас для всей страны, для всего города. Но, естественно, муниципальный совет занимается этими вопросами постоянно. А зеленая, соответственно, будет играть за человечка противоположного, человечка ответственного, сознательного, для которого объективная реальность не просто декорация этой жизни, а она и есть, собственно, его жизнь. Он ведь и ею занимается, жизнь нет. Он вот как раз конструирует ее для себя, соответственно, искажать эту реальность ему не требуется. Игра, организованная специалистами Центра Сфера, проходила в форме ненавязчивого пояснения простых, но важных истин. Для чего нужно все, что мы делаем? Для того, чтобы донести ту мысль, которая беспокоит нас, до тех, о ком мы заботимся. Собственно, подростки – это такой народ, для которых все открыто, все неизведано, и как дальше поступать, зачастую неизвестно. А мы, взрослые, хотим подсказать им, куда стоит идти, куда не стоит идти, но толкать туда силой – это проверено, что это работает плохо. Поэтому мы проводим такое мероприятие, где даем намеки и даем возможность ребятам методом построения логических каких-то выводов дойти до, собственно, правильных решений и правильных поступков. Посещение сферы – это просмотр трехмерного документального фильма о вреде наркотиков. Видео буквально окружает подростков. Технология, применяемая в сфере, позволяет студентам словно оказаться внутри человеческого организма. Слуговое движение крови в организме осуществляется каждые 30 секунд. Студентам лицея имени Мосина разных лет этот фильм показывали уже не раз, но его суть и технологичность, а также формат игры за время не утратили огромную степень влияния на молодые умы. Фильм в куполе все тот же про устройство человека, оно не изменилось, поэтому тут по-прежнему все актуально, и технология все еще актуальна, и она не теряет новизны. Это довольно редкое явление, и тем более в области образования применяется очень-очень-очень нигде. В общем, нигде не применяется в области образования такая технология. А игра в принципе не бывает одинаковой, потому что с каждой группой каждый раз по-другому. И, собственно, как не меняются основные принципы жизни, так и принципы этой игры тоже всегда актуальны. Мероприятие проводилось в рамках месячника по профилактике незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ в курортном районе. По мнению депутатов муниципального совета Сестрорецка, интерактивная игра и просмотр высокотехнологичного фильма принесет свои плоды. Новое время, новые технологии, и, естественно, сейчас обучение ребят, и рассказ о наркомании идет в новом интерактивном обучении. И сейчас вы видите, как ребята с интересом смотрят, как занимаются этим, и надеюсь, что это будет положительный результат. Но, по мнению специалистов Центра Сфера, какой бы увлекательной ни была образовательная игра, в первую очередь все зависит от индивидуума и силы его духа. Наша задача пустить, что называется, росток, дать семечку, из которой что-то может вырасти. Вырастет, не вырастет, тут уж мы полагаемся на человека.